Без сроков Программа льготных кредитов «Сельская ипотека» становится бессрочной. Постановление об этом подписал глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Изначально предполагалось, что такая мера поддержки закончится 31 декабря этого года. Напомним, жители сельской местности, где население не более 30 тысяч человек, могут оформить ипотеку на землю или дом по ставке 3% годовых. Для учителей Рособорнадзор с 1 сентября запускает горячую линию по вопросам документационной нагрузки учителей. С нового учебного года педагоги больше не должны будут готовить отчеты за пределами перечня утвержденного Минпросвещения России. Если же педагог заполняет больше документов, чем положено, сообщить об этом можно на электронную почту stopnagruzkasobakobornadzor.gov.ru Программа в действии На заседании правительства Пермского края обсудили ход реализации проекта «Пушкинская карта». На сегодняшний день в крае выдано 122 тысячи карт, а в сам проект включились порядка 30% учреждений культуры региона. Напомним, всероссийский проект стартовал с 1 сентября 2021 года. Оформить карту можно на портале госуслуги. Подвели итоги Как сообщили в Пермском лесопожарном центре, в крае остановлены все лесные пожары. Всего на территории лесного фонда нашего края за текущий сезон было зафиксировано 113 пожаров. Огнем пройдена площадь 300 гектар. Людей, которые сейчас направляются в лес за грибами и ягодами, просят соблюдать правила пожарной безопасности. Идет набор Соликамская спортивная школа «Старт» объявляет набор и просмотр игроков 2014 года рождения в хоккейную команду. Записаться можно по телефону 8 952 32 91 807. Продолжение следует...